Основная цель стратегии развития отрасли информационно-коммуникационных технологий предусматривает преображение Венсполса в Центр создания и производства технологий европейского уровня, увеличивая оборот отрасли ИКТ до 92 миллионов евро. Количество рабочих мест в этой отрасли – до 1150 человек, а число учащихся – до 786 студентов к 2020 году. Уже сегодня в Венсполсе в этой сфере работает немало предприятий, направляя свою деятельность на мировой рынок. Одно из таких предприятий – Тест Дефлаб. Это предприятие, которое уже покинуло бизнес-инкубатор. Его создали выпускники Венсполской высшей школы. За два года с момента создания оно выросло до 30 работников. Одна часть работает в Венсполсе, одна в Риге. Их клиенты – Microsoft, Skype, Orange. Так что венсполский филиал работает с довольно крупными клиентами, оказывая им услуги. Мы выбрали Венсполс в смысле, что мы сами оба из Венсполса. Среда нам знакома. Венсполская высшая школа, Венсполский парк высоких технологий, коллеги. Поэтому все началось в Венсполсе. Основное направление деятельности предприятия Тест Дефлаб – тестирование компьютерных систем, например, мобильных аппликаций. Наши главные клиенты находятся во Франции, на Филиппинах, в Азии, в США, в Англии, Эстонии. Для Латвии у нас довольно хороший рост. Нас уже 30 человек в Риге и Венсполсе. И мы планируем расти дальше. По словам Эрвина Гринфилса, информационные технологии – это та сфера, которая позволяет работать в любом уголке света. Удаленность от клиента не создает никаких проблем. У нас прекрасные отношения и с Венсполской высшей школой, и с Венсполским парком высоких технологий, и с местными жителями. Нам легко понять, что здесь происходит, как найти работников, как их привлечь и удержать. В Европе количество работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий с каждым годом увеличивается примерно на 100 тысяч человек. На сегодняшний день в сфере ИКТ работает 7 миллионов, в Латвии общий объем – 24 тысячи. Но с каждым годом он увеличивается на тысячу работников. Эта отрасль стремительно развивается. Для реализации стратегии развития ИКТ в Венсполсе разработан план действий до 2020 года, включающий в себя увеличение числа учащихся в этой сфере, развитие навыков программирования с первого класса общеобразовательных школ, создание венсполского кластера ИКТ. Татьяна Саксаганская, Гондопорница, Инжодзин, Шкурзамское телевидение.